здравствуйте шивотов и гутывох у нас 119 урок по книге мишлей и мы находимся с вами в 14 главе 28 посуд мы разобрали как его переводит товарищ мальбим а теперь попытаемся разобраться как учит этот посуд гаон мивильно сколько это немножко длинно то я не успел в конце прошлого урока закончить еще раз считаю посуд посуд говорит брофа мгадрат мэлэх у бэфи словом метах от разон когда есть много народа то радуется царь и когда отсутствует народность разновидность мальбим объясняет о единая общая составляющая в качестве веры то это роняет тайного советника который занимается вопросами религии вопросами тора это был перевод мальбима гаон мивильно говорит в israel яшней мошалим в еврейском народе в израиле есть два вида правителей которые часть из них называются сарим а часть малахим некоторые из них называются сарим министры а некоторые называются малахим цари малахим кто такие цари этот алмидей хохомин это мудрецы торы об этом сказано в Есть такая гемора в Гитин, в Недорим, я помню, в Недорим сейчас это гемора, а, нет, не помню, в Гитин это гемора есть, которая говорит, что почему рабона называется царями, почему рабона называется малахим. И гемора говорит, что манмалохим рабоном, кто такие цари рабоном, царим, то есть министры, они балаи авоиды от фила, это люди, кто такие министры, перевод министры тоже езерский перевод, я не знаю как правильно перевести, слово сар, это правитель, с функцией которого авоиды от фила, служба всевышнему и молитва. Как говорилось про Абиханина Бендоса и его товарищей, которые назывались сарим, и гемора говорит, что Дерих Бнеймадина, что так обычно происходило, откуда я знаю, что он так назывался, так я не знаю точно, откуда это известно. Есть гемора, который говорит, что в тот момент, когда умер Абиханина Бендоса, закончились аншей-маосе, кончились вот такие вот великие люди, которые называются аншей-маосе, люди действия. Потому что Абиханина Бендоса и Хавераф – это компания, которая умела просить Всевышнего, его молитва была молитвой, его авоида была авоидой. Дерих Бнеймадина, обычно люди, у которых есть какая-то необходимость обратиться к царю и попросить что-то у царя, они выбирают какого-то мудрого человека, который пойдет перед ними к царю и придет просить за них и пытаться как-то добиться у царя чего-нибудь, чтобы он выполнил их просьбу. А они сами идут следом за них. И когда приходит этот человек, он приходит первым перед царем и начинает просить за людей. Царь начинает выяснять, что и как, и спрашивает, а сами-то люди, про которых ты просишь, где они? И тогда он отвечает царю, что вот они идут за мной, и они входят. И когда он говорит, что я пришел один, а таких людей нету, никто за мной не пришел, то тогда царь на него гневается за то, что зачем ты пришел сам? У тебя есть какая-то просьба, связанная с каким-то количеством людей, и ты приходишь один просить, чтобы я не мог выяснить, что и как увидеть всех, за кого ты просишь, что за дела такие. И об этом сказано в Геморе. Это был Машаль, это был пример. Теперь, пример чего? Говорит Акодыш Барагу, что когда я, Всевышний, вхожу в синагогу и не нахожу там десяти молящихся, то сразу же я начинаю гневаться, говорит Вашим. Имеется в виду, что если сразу нету десяти, молитва началась, а десяти нету, то Акодыш Барагу Каэс. Всевышний входит в состояние, которое называется Каас, гнев. Гнев не только на тех, кто не пришли, но гнев на тех, кто пришли. И об этом сказано, говорит Акодыш Барагу, «Мадуа бати вээн иш». Где это сказано? Сказано это Вишаяху, гневи. Никак. Сказано Вишаяху гневи. Обращается Акодыш Барагу и говорит, «Мадуа бати вээн иш». Почему я пришел и нету человека? Те, кто захотят посмотреть, то в 50-й главе второе предложение, которое я собирался открыть и засчитать, там интересный родак, но не судьба. Так вот, «иш», слово «иш», «человек», имеется в виду тот самый сар, о котором говорит в нашем посуге Мишли. То есть, человек, который приходит просить тфила цадика, молитва праведника, его авойда, это авойда Рабиханина Бендоса, грубо говоря, и так далее. И об этом сказано «иш сарвэшофэт». Это посуг из Танаха. «Ис сарвэшофэт» – это не из Танаха, а прямо из Кумаша, из книги Шмот. Имеется в виду, что если есть 10 человек в синагоге, то тот, который иш, – это тот, который пришел первый. И об этом сказано, спросили ученики Рабиоси, «как ты добился такого долголетия?» Он очень был стареньким, долго жил. Он ответил, что не было ни разу, чтобы кто-то опередил меня в приходе в синагогу. Я всегда в синагогу приходил первым. И вот этот человек называется сарвэшофэт, правитель, который связан с молитвой и с авойдой, с авойдадрешем. И такой человек, который приходит первый, он получает награду, соответствующую всех 10 человекам. Но когда нету 10 человек, то эйниш, то этого человека сара нету. То есть без миньяна нету никого, вообще никого. И это, об этом сказано в том же самом посольке Ишаяху, которого у меня нету ни на одном языке, судя по всему. На русском есть? Давай. Там есть и на еврите тоже. Это ктувим, а нужно на виим. Есть. Вот на какой-то, без комментариев, нету, да? Ну ладно. Так, пасук там говорит. Я не помню пасука просто. Нету? Спасибо. Извини, пожалуйста, что я не подготовился. Вот так почему-то случилось, что Ишаяху я наизусть не очень знаю. Так вот, как-то вот произошло непонятно. Говорит, так сказал Всевышний. Где письмо развода, которым я прогнал вашу мать? Имеется в виду пророчество Иеремьяху, который говорит, что десять колен Израиля получили гет-критут. Десять колен Израиля получили от Всевышнего разводное письмо и были выгнаны в Бавель и не вернулись оттуда. Обращается Всевышний к колену Иуда, которому не было дано разводного письма и спрашивает. У вас есть разводное письмо, почему вы ведете себя так, как будто бы я вас тоже прогнал? Или кто-то из, я даже не могу это по-русски прочитать, взаимодавцев моих... Сейчас. Или кто-то, которым я вас продал, вас. Есть кто-то, кому я продал вас в рабство? Ведь за грехи вы были проданы, и за преступления изгнана была ваша мать, то есть прошлые поколения, которые попали в изгнание Бавеля. Почему я приходил, говорит Всевышний, и не было никого? То есть это тот пасук, который мы разбираем. Всевышний говорит, я пришел в Эйн Иш, и нету никого. Я звал, и никто не отвечал. Разве моя рука стала укорочена, и я не могу избавить вас, и у меня нет силы вас спасти? Это пасук, который... Несколько псуким, который сейчас объясняет Гагро, как это связано с нашим пасуком, который говорит Шлам Амела. Карати бы бейт-мидраш, я звал вас. Что значит звал я вас? Я звал вас в бейт-мидраш. И об этом сказано. Береш вам автикра. Я вас звал с самого начала в бейт-мидраш и тивчи тор в Эйнане, и никто мне не ответил. И сказано. Акацар, кацраят, мивдот, у меня рука короткая, я не могу вас выкупить? Или нет у меня силы вас спасти? Говорит Гагро, есть разница между выкупить и спасти? Спасти. Какая разница между выкупить и спасти? Выкупать. Это человек, который выкупает из руки того, кто угнетает, когда он сам хочет, чтобы его выкупили. То есть, Рубен угнетает Шимона, и Гуда выкупает Шимона, но Рубен готов к этому выкупу. Он готов принять деньги и отдать Шимона. Спасти – это значит от того врага, у которого есть крепкая рука, и он не хочет отдавать. Но разве Всевышнего не хватает силы спасти? Он может и выкупить у него вполне приличный годовой доход. Он может спасти, потому что силы у него тоже хватает. Поэтому задает Всевышний вопрос, почему нету миньяна в Байт-Кнесте, в Байт-Мидрше? После того, как был разрушен храм, то Шихина перевестилась в Батей-Кнесиот и Батей-Мидрошотше бы Бавель. В те синагоги и те Байт-Мидрше места изучения Торы, которые были в Бавеле. И когда Акодыш-Бурагу-Шихина появляются в синагоге, а там нету миньяна, имеется в виду, понятно, в назначенное время, потому что среди ночи, наверное, нету миньяна, но об этом не идет речь. Когда я появляюсь и зову вас, а вы не приходите, не отвечаете, я пришел в Эйн-Иш, то, что происходит. Так вот, пидьон, выкуп, идет благодаря молитвам, которые молит сам Исраэль. Как сказано, «Падебе шалом навшими керев, лики воробим гаю имади». Ну, я не буду все псуким сейчас переводить, это достаточно тяжело, это надо заново входить в дгилем, еще один кусочек. Но пидьон, который, выкуп, который осуществляет Всевышний для народа Израиля, из галута, из изгнания, из того, где мы находимся, деньги этого выкупа – это наша с вами молитва. Но спасение – это та Тора, которую учат нам Исраэль. Как об этом сказано, человек, который устанавливает место для Торы, то враги падают перед ним. То есть, Акодыш Баруху сделал некую систему ценностей, систему измерений, благодаря которому он говорит, каким образом он выкупит и спасет нас. Выкупит он нас с помощью нашей молитвы, спасет с помощью нашей Торы. Но, если Амисраэль не приходит для того, чтобы Всевышний выкупал и спасал, то есть, нет ни молитвы, ни Тора, то, как говорят одесские извозчики, таки плохо. Поэтому сказал он две вещи. Что если вы будете 10 человек в синагоге или 10 в Бейтмидрше, в синагоге молиться, в Бейтмидрше учиться, то я бы вас либо выкупил, либо спас вас. Но вы не сделали этого. Почему? Неужели вы считали, что у меня короткая рука, я не могу спасти, и у меня не хватает выкупить, и у меня не хватает денег для выкупа, и у меня не хватает силы, чтобы спасти? И то, и другое я делаю в тот момент, когда вы находитесь, либо в Бейтмидрше, либо в Бейтмидрше. Но одно из двух этих действий вы должны произвести. Обвинение идет, которое Ишаяху дает, за некоторое время до разрушения храма и до Вавилонского изгнания. Ишаяху призывает их к тому, как себя вести уже будущее в изгнании, поскольку пророки, они говорят о будущем иногда. Так в данном случае Ишаяху говорит о том, что произойдет после того, как Амисреэль окажется в изгнании. Про 10 колен он сейчас не говорит здесь. Он говорит, что им был дан Гет Герушин, и был Сейфер Критут, и 10 коленами Всевышний прервал свою связь. Есть два комментария, которые говорят. Комментарий Раби Акивы, который говорит, что 10 колен никогда не вернутся. И Гет Критут, который им был дан, длатит лаво в будущем, когда придет Машех, 10 колен не вернутся, они исчезнут. Все, их больше не будет. Это комментарий Раби Акивы. Комментарий Раби Шимана говорит о том, что 10 колен в дальнейшем вернутся. И Ишаяху по Раби Шиману, надо этот пасук, по Раби Акивы он читается кипшуто, просто как написано. Что 10 колен я выгнал, дал 10 Гет Критут, а вы-то чего себя так ведете? Как читать этот пасук по Раби Шиману? По Раби Шиману Радак объясняет, это тот Радак, который я хотел посмотреть, но скажу по памяти, поскольку его я не приготовил. Что я могу сделать? Немножко дурак. Так вот, Радак говорит о том, что если ты, югуда, вернешься ко Всевышнему, и 10 человек будут быть кнессете и быть мидрши, то как за паровозом вагоны за тобой придут 10 колен. С тобой Гет Критута нету, с тобой есть брит, поэтому тебе вернуться очень легко. Ты можешь вернуть 10 колен, без тебя они вернуться не могут. Так считает Радак по Раби Шиману. Это Махлокис. В книге Эхескеля машем, что 10 колен вернутся, поскольку в конце книги Эхескеля Эхескеля Анавии рассказывает о том, как будет разделена Эриц и Срой, Лаотит Лаво. Было деление, которое было во время Ишоа бен Нуна, и будет деление, которое будет Лаотит Лаво в будущем мире. И Эхескель рассказывает, как должно быть сделано это деление, и перечисляет там, какой дел, какому колено достанется. И в Эхескеле ясно написано, что 10 колен будут существовать. И кроме этого вообще есть большая кушья, потому что большая трудность, потому что 12 колен, у каждой из них как бы свое направление в Торе, свое направление. И без этих 12 направлений нету Амисраэля. Амисраэль становится нецельным, поэтому если остаются всего 2-2,5 колена, то они не могут взять функции остальных колен. Поэтому я видел разные комментарии на шиту Раби Акива, объясняющие Раби Акива, суть которых сводится, что они не вернутся в качестве колен, но внутри нас растворены эти 10 колен, и они сейчас среди нас. И вот я могу привести в качестве одного из примеров, что Раби Йоханан, который однажды сидел, Раби Йоханан, около женской миквы, при выходе на микву он сидел для того, чтобы женщина, выходя из миквы, встречала Раби Йоханан, он был очень красивый и рожала красивых детей. И спросили его, ты не боишься Айн-Гары, ты не боишься дурного глаза? Он ответил, что я из колена Юсефа, а над коленом Юсефа написано Бен Парад Юсеф, Бен Парад, короче говоря, Алэй Айн, на Юсефа и на его потомство не действует Айн-Гара, не действует дурной глаз. Раби Йоханан знал, что он из колена Юсефа, а он был через энное количество поколений после изгнания 10 колен и возвращения евреев из Бавеля. Поэтому мы видим, что колена Юсефа оставалась хотя бы какие-то представители даже после этого. И по одному из комментариев, которые я видел, он говорит, что среди нас растворены все колена, просто есть люди, которые знают, есть люди, которые не знают. Но понятно, что ни одно из 12 колен не может исчезнуть, это даже по Раби Акивы. Но тем не менее, как колени, они уже не восстановятся до прихода Машеха. Вот, так здесь он говорит, что когда люди устанавливают место для службы, то есть для молитвы и для изучения Торы, то враги падают перед ними. И вот эти две вещи, которые сказаны, что если будут 10 человек в синагоге или в Бейт-Мидрше, и будут молиться или учиться, то Всевышний будет или левдот, или логоцель, или выкупать, или спасать. Теперь вернемся, говорит Гагро, к нашему иньяну, к нашему вопросу. Когда нету 10 человек в синагоге, то Всевышний и гневается и на того, кто пришел первым, кто там есть. Имеется в виду, что если нету Талмидим учеников у Рава, то в этой ситуации Рав не получает жизненности от учеников, жизни от учеников. Но когда у него есть много учеников, то это и его кавод, и его гадар-говано, и его почитание, и его слава и так далее, и его жизнь в виде знаний Торы, потому что ученики своими вопросами, своими деталями, выяснениями и так далее, они усиливают Тору Рава и поднимают на другую высоту. И когда у него нет учеников, тогда его кавод, кавод Торы, который у него есть, он пропадает. Слово Ам, народ на иврите, показывает на мудрецов, на учеников, на мудрецов. Как сказано, тоже в книге Ишаяху, несколько раз он говорит, что, во всяком случае, так Гагро каждый раз объясняет, что Ам – это ученики. Теперь, Леум, который Мальбин переводит, Ам, Мальбин перевел, как люди, которые обозначают, назначают кого-то царем. Леум он перевел, это общность людей, имеющие одну религию, одну основу. Слово Леум, говорит Гагро, это от слова Гамон, от слова множество. Ам – это ученики, Леум – это не ученики, а просто много народа. И это то, что сказано. Боров Ам, Гадрат Меллах, когда есть много учеников, радуется царь, потому что есть много мудрецов в Ешиве. И это Гадрат Меллах, это почесть царя. Почесть царь, в данном случае, это Толмитхохам. И это то, что написано, что Рав называется царем. Но, если нету много учеников, и нету Гадрат Меллаха, то нету почитания царя, квот царя. Но, Эн Мехиатолу, не только нету почитания, но нету жизни. Жизнь дают ученики. Но, Бе Эфислаум и Тахат Разон. Но если отсутствует даже много людей, которые вообще не ученики, то есть, когда даже десяти человек, молящихся в синагоге, нету, тогда идет падение вот этого цара до такого состояния, что даже тот, кто приходит первым, на него гневается Всевышний. На всю эту кампанию в синагоге гневается, включая того, кто пришел первым. Это комментарий Гаона. Попытаемся двинуться немножко дальше. Я бы хотел еще хотя бы два посылка пройти. Говорит Шламо Амеллах, секундочку, говорит Шламо Амеллах в 29-м предложении. Он говорит, долготерпеливый, мели к разуму, а вспыльчивает, высказывает глупость. Он показывает глупость. Мальбим, Мальбим, объясняет. Я уже объяснял выше, что Арахат Апаем, терпение, для того, чтобы не мстить сразу же, это законы обычного разума человека. Есть Арахат Апаем и Кацаррох. Есть два вида. Есть человек, который терпит, и человек, который сразу взрывается. То есть, в сердце человека ничего не может успокоиться, и его дух поднимается сразу же и рисует себе всякие виды, как я буду мстить, в каждое время и так далее. И это в соответствии, наоборот, тому, что называется мудрость. Потому что мы это уже действительно учили, что он поднимает глупость, и эта глупость упирает из всех щелей, потому что он не может сдержать себя. Потому что любой человек понимает, что иногда сдержать себя и не ответить, это самое правильное, это поможет мне, из моих эгоистических соображений. Не то, что это что-то такое религиозное, культовое, а просто иногда не ответить, это полезно для здоровья. Но человеку, которому не хватает терпения, он не может это выдержать. Это пшат-пасука, как его объясняет Мальбин. Гаон говорит, сейчас, Гаон говорит, пируш, что человек владеет собой и долго терпит, и не начинает гневаться. Этот человек Хахам Гадоль, он мудрый человек. И это написано, что у него рафтвуна, что у него много мудрости. Человек же, который кацарух, который очень быстро начинает. То этот человек, он по природе своей каосан. И не только то, что он глупый, но также он свою глупость делает так, чтобы ее увидели все, что он кричит громким голосом, чтобы все узнали, какой я дурак. Поэтому, как бы, один и тот же пируш дает Мальбин и Гагро, и, как бы, пасук очень простой. Следующий пасук, в отличие от этого, уже непростой пасук. Здесь, в 30-м пасуке, говорит Шлам Мамеллах, жизнь для тела – короткое сердце, а гниль костей – зависть. Жизнь для тела – это кроткое сердце, но, когда человек ревнует, завидует, то это приводит к гниению костей. Мальбин говорит немножко… Не, не так много говорит. Он говорит, что это относится к тому, что мы уже говорили раньше, про человека, у которого не хватает терпения, и он выказывает свою глупость. Говорится, что человек, который вынашивает уроки зависти и рисунки ревности, зависти и так далее, для того, чтобы самому себе оказать кого-то, чтобы показать, какой я михубат, какой я уважаемый человек, он носит вот эти рисунки в своем сердце. Это учит. Кроме того, что его глупость против мудрости восстает, кроме всего прочего, он еще портит самого себя, потому что сердце такого человека, оно марпеха ей басарим, то есть жизнь тела человека, жизнь его плоти, его мяса, я не знаю как, его здоровье, он начинает терять здоровье, а из-за постоянного чувства зависти, чувства переживания, злобы и так далее. И это все связано с сердцем человека. Но когда у человека сильное сердце, и оно может владеть этими вещами, то тогда гнев, он не течет по его венам и так далее, и таким образом не вытекает в его вены, и тогда его плоть, оно остается здоровым вместе с ним. Поэтому человек, которого поднимает зависть до такого состояния, что он доходится до сердца человека, не только то, что это вредит его плоти, но даже его костям, и все тело человека постепенно помирает, и человек, который сохраняет себя от этого, он может остаться дольше в живых. Таким образом, Мальбием дает просто урок того, что надо беречь свои нервы, и когда человек бережет свои нервы и начинает злиться по поводу и без поводу, то это продлевает его жизнь. Такой простой урок. Гагро идет совершенно по другому пути. Он говорит, «Лев Тоф Марпелла Адам, хорошее сердце, оно является врачом человека», что во время, когда человек гневается, и сердце начинает понимать, что этот человек, который находится в гневе, то есть он цадик, то есть, другими словами, Гагро хочет сказать так, что когда Ровен видит, что Шимон на него начинает злиться, и он понимает, рассуждает так, «Я довел Шимона до гнева, я сделал ошибку, Шимон прав, я дурака свалял, сморозил», как говорится, то в этом случае он понимает, что он на меня справедливо гневается. И тогда он возвращается к Шуе, и это излечивает его, его штика, его молчание, становится для него лечением, поскольку гнев другого ведет к его Шуе, и таким образом это оживляет его плоть, то есть, это Шуа. Человека приводит к гнев другого человека, приводит его к Шуе, а не к тому, чтобы сразу же ответить, «От такого и слышу». Вереков от самого кина, но зависть приводит к тому, что гниют кости. Говорит Гаон, что кина, когда человек завидует другому человеку, она приводит к тому, что кости человека начинают гнить. И здесь есть очень много скрытых объяснений, которые мы сейчас будем учить, которые начинаются с курсивом Гаона, а кончаются... Сейчас узнаете, чем. Говорит Гаон курсивом, альписод, комментарий на уровне сода, ремеза, может быть. Басар и нуква. Басар – это то, что происходит от женской части. А кости – это то, что происходит от мужской части. Я думаю, что вы слышали, что когда в рождении человека участвует трое. Всевышний муж и жена. Всевышний дает душу, муж дает белое, жена дает красное. Красное – это мясо, плоть, белое – это кости и жилы. Так вот, эцем – кость – это мужской род. Это дается мужчиной. А здесь написано басарим в мужском роде, а отцамод в женском роде. Окончание ваф-таф – это всегда окончание женского рода. Окончание ютмем, как мы знаем, это множественное число мужского рода. Здесь рода перепутаны. Лошон на кива – определение женского рода – это всегда ваф-таф. И это признак женского рода. Ютмем – это признак мужского рода. Поэтому здесь перепутано мужское и женское начало, говорит Гаон. И это потому, что всегда, когда мы говорим о подобных вещах, то словом тоф – добро – обозначается захар. Гематрия слова захар – это браха, благословление. Словом ра – зло образуется словом нуква – женское начало. Нуква на иврите «Лотинков от Шем Га Шем» не проклинаеме Всевышнего. Слово «линков» – это проклятие. Как сказано в Зохаре, в Хадаш, в книге Руд, кто хочет, посмотрит. И здесь сказано, что здесь происходит полный переворот. Тоф переворачивается и становится женским началом, а мужское начало становится нуквой. Женским началом. Отсамот начинают гнить за счет кины. То есть, кина – чувство зависти – это то, что переворачивает тоф на ра и ра на тоф. Добро на зло и зло на добро. Это то, что говорит Гаон, не сильно объясняя, что он имеет в виду. Есть такая известная книжечка «Пируш Гаона на Кама Агадот». Объяснение вильнюсского Гаона на несколько Агадот, которые есть в шасси. И вот есть такая Агада в Геморе Пхойрос. В Геморе Пхойрос Гемора приводит на Дафи Хэт. Гемора приводит, как Раби, диалог между Раби Ханина, Раби Шо Бен Ханания и Хахмей Атина. Мудрецов Атины и Раби Шо Бен Ханания. Там они друг к другу задавали вопросы, давали ответы, и каждый из них выглядит, я сразу же перевожу на русский, потому что считать это на арамейском, я не уверен, что обязательно. Говорят мудрецы города Атина, Атина, Атуна – это Афина, они говорят Раби Шо Бен Ханания «Построй нам дом в воздухе». Что делает Раби Шо Бен Ханания? Надо строить дом в воздухе. Он их сам вызвал на диспут, проиграть ему было нельзя, он должен был их доставить к кесарю Рима. Он упоминает имя Всевышнего и поднимается между небом и землей, начинает висеть между небом и землей. Сказал им оттуда, вися, сказал им «Дайте мне кирпичи и глину, чтобы я построил дом, в воздухе». Ответили ему «Есть кто-то, кто может поднять в воздух кирпичи и глину?» Ответил им «Если так, то кто может построить дом между небом и землей?» Эта агода кончилась. Поговорили. Все эти агодот, которые там приводятся, без объяснения, идут по принципу «дурак сам, дурак от дурака слышен». Это нормальный диалог. Объясняет Гаон Мивильна, что там происходит. Он говорит начинает с пасука. Пасук из пророга Захария. Пророк Захария говорит «И вот вижу я, приходят две женщины, выходят и ветер между их крыльями, и у каждой из них крылья, как у Аиста, и несут они Эйфу между небесами и между землей». То самое место, где попросили построить дом между небом и землей. И сказали «построй». Почему они сказали «построй»? Потому что они хотели сделать задачу, которая невыполнима. Дом там не может находиться, сказано в другом месте. И там же находится вот эта вот женщина, которую увидел пророк Захария, которая находится между небом и землей. Объяснение. Все это происходит, все, что видит Захария, происходит в земле, которая называется Эрит-Шинар, земле Бавеля. то есть в том самом месте, где компания во время Авраама Вину, компания во главе с Нимрадом, Нимрад В. Компани, строили башню Мигдаль Афлага, Дор Афлага, поколение, которое было рассеяно Всевышним по земле, и на которой та земля, на которой они пытались построить башню с головой до небес. То есть дом, который они там хотели построить. И написано, что они нашли долину в земле Шинар и сказали, давайте сделаем лаваним, те самые лаваним, которые просит раби еще бен Ханания, что мы ему подали наверх, на воздух, и сделаем с рейфу, сожжем эти лаваним, и сделаем хомер, материал, и будем строить. Хорошо бы шамаем, а глава башни будет до небес, и сделаем нам щем для того, чтобы имя, чтобы не развеяться по земле. И это то, что говорит раби еще бен Ханания, дайте мне кирпичи сюда. Имеется в виду, в чем суть этого беньяна, в чем суть строения. Сказано, что, когда Ам-Исраэль строили храм, второй храм, когда они вернулись из Галута, они тоже строили байт, только другой немножко байт. На самом деле, другой, но очень похожий. И когда они строили этот байт, байт-мигдэш-жишини, второй храм, то там сказано, что у них были шалош-мешмарот, три стражи, ночь разбивалась на три части. Объясняют Мефорше, Марша, объясняет, там, на месте, в Гемори-брахот, он говорит, дав-гима-лам-аталев, он говорит, что эти три стражи, это три души, которые есть у человека. Нефиш-руахи-нашама. Нефиш. Ее суть это таавот и ининим-гуфаниим. Это таива, желание получать удовольствие телесные и другие все телесные вещи. Они связаны с самой низкой душой, которая называется Нефиш. Об этом сказано в перкеавот Нефиш-рахава, широкая душа. Это первая стража. Вторая стража, руах. В ней находится кавот-вакина. В ней находится желание получить кавот-почести, уважение и, соответственно, зависть кина, которая находится в них. И об этом сказано руах-гава. В ней находится там. И говорит Шламу Амелых не только в Мишли, но еще в одном своем произведении под названием Кагелет. В седьмой главе он говорит руах на каа шугу кина теэвэш гэрем. Вот это вот кина, это зависть. Руах, который величет за собой зависть, он, дословный перевод, ветер. Он высушит кость. Но объясняет Гагро, что имеется в виду, та зависть, которая находится в руахе, она будет высушивать кости. Здесь у нас сказано, что кости начинают гнить у того человека, у которого есть кина. Приводит Гагро эту цитату здесь в Агадот, он приводит цитату, нашу цитату из нашего посука в Мишли, где сказано в Рэка Бацамоткина, что причина гниения кости у человека это кина, это зависть. Выколя кого-то метатавт луим бэхэвлей олам. И все, что находится, кого-то, кина, все это связано. Вы понимаете разницу между тайвой и киной? Тайва это желание получить удовольствие. Меня на самом деле совершенно не волнует, что еще кто-то получает удовольствие. Меня волнует, чтобы я хорошо поел, еще что-то хорошо, чтобы удовольствие этого мира, телесное удовольствие. Ковод и кина это совершенно другое. Мне не нужно хорошей еды, мне нужно, чтобы меня уважали. Мне нужно, чтобы я завидую тому, кто пользуется большим уважением, чем пользуюсь я. Это понятие более духовное, если так можно высказать. Оно меньше связано, не можно, а безусловно так. Оно меньше связано с материальностью. Поэтому нефиш это самая низкая часть души, которая работает только на материальную основу, только на тело. Руах это часть духовной, более духовная часть души. И она уже работает не только на тело, она уже работает на более духовные вещи. Это более духовное со стороны тумы, со стороны нечистоты, клипы. Это зависть. И она связана с гевлей алам, со всякими суетными частями этого мира. Первая мишмерет, она начинается прямо с родов человека. Человек сразу же митаве, у него сразу же разжидается тайва. И сказано, что вещи, которые человек делает в детстве, понятно, что в детстве, чем более раннее детство, в том числе и юношество, и более взрослые годы, но чем более молодой человек, тем больше у него таавод. К старости таавод проходит. Например, таавод, я не знаю, супружеской близости. Понятно, что в молодости много сильнее яцаргора такая, чем в старости. В том числе и яцаргора на еду тоже в старости меньше, чем в молодости. В молодости человек покушать может столько, что иногда я на своих сыновей смотрю, и мне немножко страшно становится. Думаю, что я столько съел даже в их годы, я бы умер на месте. Ничего, они справляются и просят добавки. Так вот, в молодости тайва человека, она много более сильная по ряду причин, чем она становится с возрастом. С возрастом это становится все меньше и меньше. Но с возрастом появляются другие вещи. Это раз. А два. В молодом возрасте те излишества, которые делает душа человека, говорит в Геморе Шаббат, говорит Раша, что тот таавод, которые были связаны с мизгалем, мизгаль – это от слова «лежать», с супружеской близости. Те излишества, которые были даны близостью, то есть это источник тайвы, это такое проявление тайвы, это приведет к старости, к каким-то заболеваниям, к каким-то проблемам, говорит Гемора в трактате Шаббат, дав, не помню. Куф-Нун-Бейт, он сам написал, какой дав. На дафику в Нун-Бейт, говорит это Гемора Шаббат. Это таавод, которые есть у человека, они в основном связаны с первыми шмерет, то есть с более молодым возрастом. И это все связано, есть такой пасук, «Ашер басар хамарим басарам», что плоть их, как плоть осла. Но плоть осла – это не от слова «хамор осел», не только от слова «осел», но и от слова «хомер материал». В молодости плоть более материальна, чем в старости. В старости становится немножко другое. В средние годы жизни. Эмцаим. Человек – это вторая мишмерет, которая соответствует понятию руах. Человек начинает преследовать богатство, кавод, почитание, уважение, которое есть и так далее. Его уже намного меньше волнует всякие вещи, связанные с таевой, но кавод, богатство – это уже становится почти первостепенной вещью. Или первостепенной. И этот человек становится похожий на собаку, которая все время кричит «ва-ва-ва-ва», «дай-дай-дай». То есть он требует. Это уже не тайва. В молодости человек как раз намного меньше озабочен тем, чтобы накопить деньги и разбогатеть. Его больше волнует получить удовольствие сейчас, в ту же секунду времени. А в более зрелом возрасте человеку волнуется накопить, добиться уважения и так далее. И кинэгидзе появляется понятие, которое называется «зависть» – кина. Третье мишмерет – оно соответствует нашама. Нашама – это то место, куда не может попасть понятие авейры. Оно находится выше, чем понятие авейны. Нашама – это источник чужого человека. То есть в старости человек, достигающий вот этого уже возраста, что он видит, как сказано в Дьелем, в 55-й псалом он цитирует здесь, человек видит, что он скоро помрет, и человек начинает быстренько лохзорбать шва. И тогда прорезается вот этот вот нишама, который находится на том уровне, куда не добрались авейрот, который он сделал в первых двух возрастах. Это время, которое называется в Геморе. Каждому времени там дается свое определение. Собака лает, петух кричит, когда ребенок питается из груди мамы. Мама – это сферот кабалы. Мама – это очень высокая сфера, соответствует именно нашаме, то место, куда они допускают савейрот, и Всевышний возвращает человека к чужое. Это соответствует три мишмерет, которые мы обсудили. Я думаю, что более или менее понятно, что имелось в виду. Эти три мишмерета, они соответствуют трём сыновьям, которые родились у первого человека. Каин, Гевель и Шет. Эти три человека. Каин занимался землей. И его задача была, что такое земля? Это хлеб. Чтобы покушать и насытиться полностью. И чтобы тайва, она полностью, все телесные травы были полностью насыщены от пшеницы, от того, что выросло. Гевель, он занимается цоном. Цон – это мелкий рогатый скот. Это занятие более делало человека богатым, потому что пшеница, она шла только на то, что всё, что есть, всё съедается, потому что иначе она портится. А вот цемер, он сохраняется, его можно... Цемер, как его сказать? Шерсть, её можно сохранить, из неё можно сделать много одежды. Пшеница, как бы ты съел хлеб, ты спёк хлеб, ты его съел. Если ты его оставил, то на завтра можно съесть, на послезавтра, через неделю уже нельзя, всё. Он покрылся плесенью, его выкидывается. Поэтому это не ведёт к обогащению. Это ведёт ещё больше сожрать, ещё больше сожрать. Это тайва. Цемер, он сохраняется. Могу сделать одну одежду, и в принципе мне хватит. Могу сделать четыре одежды, и так далее. Мне недавно кто-то рассказал анекдот, что такое юмористическая картинка. Тётенька открывает шкаф, там огромный-огромный шкаф, весь заполненный платьями. Она смотрит на это, там, на десятки платьев, и говорит, опять нечего одеть. И это понятие, которое не связано с тайвой. Это аширут, это обогащение, когда можно ещё, ещё, ещё. Поэтому цемер, он связан с аширутом, он связан с богатством. Это уже гевель. И человек приобретает себе какой-то демьон, какое-то то, что на самом деле нету, потому что понятно, что человек достаточно одной одежды, а он делает ещё, 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 и тем самым он живёт в мире, который он сам себе нарисовал. Шет, это третий сын Адама. Про него сказано, что Адам родил ребёнка под мато-суламо. Он родил ребёнка в своём подобии, в своей форме. Говорит Медраж, что отсюда мы видим, Медраж Бе... А не, это Зохор говорит. Отсюда мы видим, что до сих пор он рожал детей не по своей форме и подобию. Говорит Зохор, что это были... И Гемора Веруин, я помню, что Гемора такая была? Гемора Веруин была. Что он рожал Рухин в Абишин, он рожал каких-то шейдем, что-то непонятное, что... 130 лет, когда он отделялся от Хавы, у него рождались вот эти вот Рухин в Абишин, всякие виды тумы и так далее. А в другом месте сказано в Зохоре, что эти Рухин в Абишин это Каин и Гевель. То есть, первые двое детей родились не по образу Адама, а они родились в качестве кахот тумы, сил нечистоты, причем разных сил нечистоты. Сила нечистоты Каина, это была тумат нефиш, нечистота нефиш. Сила нечистоты Гевеля, это была тумат руах. Это зависть, это Кавод, это то, о чем мы сейчас вот говорим. Теперь мы знаем, что нефиш, рох и нашама, они расположены в трех органах человеческого тела. Это Рож, Бетана, Гавая. Это верх, середина и низ. То есть, что имеется в виду? Что это? Мох, Лев, Кавет. Это мозг, сердце и печень. И они соотносятся с тремя уровнями. Мы как-то уже, я не помню когда, помню, что это было. Я показывал вам, что это Гагро прямо пишет не только здесь, но и в Перушино-Мишли. Он тоже пишет где-то в 20 какой-то главе Мишли. Он пишет о том, что существует четыре уровня. Это Шамаем, Эрис, Вавир. Три уровня, которые нас сейчас интересуют. Это небеса, воздух и земля. И об этом написано в книге Ицира, что Каин из Адама, Каин соответствует земле, это Таава, Гевель, он обращается к Гевелю и говорит, кто тебе разрешает пользоваться моей землей, земля моя, я Нефиш, а ты, пожалуйста, поднимись и Тифрах Бавир, ты, пожалуйста, окажись в Авире. Поскольку все, что делает Каин, это все Эскей Гагуф, это все связано с телом человека, это его душа. Гевель, он занимается Гевалим, это то, о чем пишет Кагелет, Гевель, Гевалим, Амар, Кагелет, Аколь, Гевель, это все посвящено Каину, эта часть. Это часть Ецар-Гары, которая связана с Рохом. Если Мишли, в общем и целом, Мишли, Кагелет, посвящает Каину, поскольку мы видим, что она все посвящена проблемам с Нефишем, понятно, что не полностью, там есть, невозможно полностью это сделать, поскольку это связанные вещи, то основное предназначение книги Кагелет, это Кенегет Гевеля. Поэтому она все время говорится Гевель, Амар, Амар, Кагелет, Аколь, Гевель и так далее. Так вот, Гевель, он в основном делает Батейкнисиот и Батейкнид Мидрашот. Главная работа Гевеля, это строить Бейт Мидраш и Бейт Кнессет. Для чего? Чтобы похвастаться этим. Вот какой у меня Бейт Кнессет, вот какой я соорудил Бейт Мидраш. И так же цдоку, который дает Гевель, суть этой цдоки, это Ецаргара, который исходит из Руоха. Ецаргара Нефиша это Тава. Ецаргара Руоха это Кавот. То есть, то, что написано в книге Зохар, нааселанушем, когда люди, которые строили башню с головой до небес, то есть, башню, которая находилась в Мавилонской башне, то они сказали, сделай нам имя. То есть, главная задача Бейт Кнессета, которая Гевелевского Бейт Кнессета, не Шета, а именно Гевеля, это Лаасот Шем, то есть Кавот. Это Гевель. И об этом говорит Карелет много раз. Маи Тарон Лаадам Беколе Малоши Амоль Таха Дашемеш. Какой плюс у человека, который будет трудиться? Трудиться это не имеет в виду что-то такое, это синагогу делать, которую он делает Таха Дашемеш. Таха Дашемеш никакого смысла, Мяль Гашемеш есть смысл, Выше Шемеш есть смысл, под солнцем ничего нету. Что такое, чем отличается Тахид Гашемеш под солнцем от над солнцем, над солнцем это называется Шамаем, это соответствует Нешаме, под солнцем это соответствует Авиру, воздуху, это место пребывания Гевеля. Вся книга Кагелет говорит на эту тему, говорит Гаон, и это то, что сказано, что человеку, какой смысл человеку трудиться, Гаколь, Руах, Вегевель, точка. Он очень много повторяет, я поэтому не думаю, что мне все надо читать, просто потому, что я не успею, я и так, собственно, не успею. Окей, таким образом, это понятие, которое связано с Руахом. Теперь, все Аверот, все грехи, которые делает Таава, Тавой, они делаются Нефишем. Нефиш, который об этом сказан, Нефиш, Аршер Тухаль, Нефиш, которая будет кушать. Понятно, что еда это Таева, Нефиш, она занимается едой. И сказано, Нефиш включает в себя еще и Лиштот, то есть, есть два понятия, когда человек ест, он ест и пьет. Каин, он пришел, принес жертвоприношение Неприга Адама, плоды земли, это самое мелкое, что он нашел, это он принес, потому что остальное ему нужно, поскольку все остальное ему необходимо для еды, из-за Каевы, из-за своего, из-за своей Таевы. Поэтому он принес зерапиштан, лен, который не годится в еду. Гэвель, он принес самое лучшее, что у него есть. И на первый взгляд, когда мы это читаем, мы видим, что это самое лучшее, это похвала Гэвелю. Говорит Гаон, что, почему он принес самое лучшее, поскольку его задача приобрести здесь, на земле, приобрести себе, сделать себе шем, сделать себе имя, похвастаться. И вот, Каин убивает Гэвеля, что означает убийство Каина, Каином Гэвеля. Еще раз, Каин, Нефиш, Гэвель, Руах. Таеву невозможно исправить, если Нефиш не соединится с Руахом. Руах, несмотря на то, что в Руахе бывают изъяны, в Нишаме изъянов не бывает. Но в Руахе бывают изъяны. Но тем не менее, для того, чтобы испорть, исправить то, что делает Нефиш, нужно соединить Нефиш с Руахом. Античува Каина состоит в том, что он убирает возможность соединиться с Руахом, и Каин убивает Гэвеля. Несмотря на то, что у Гэвеля есть тьма недостатков, это недостатки, как-то не парадоксально, хотя Каин происходит, это слово кина, но недостаток Гэвеля, это кого-то и кина, потому что кина происходит из Руаха. Но вот этот разрыв, который делает Каин, и убирает свою связь с Руахом, это то, что приводит к невозможности для Каина дальше остаться и каким-то образом летакен себя. Поэтому, когда мы говорим про Нефиш, то мы говорим, что любое действие, которое делает человек в этом мире, оно должно быть сделано во имя небес. То есть, даже любые материальные действия, которые произведены, нам все время говорится о страшном опасности Медот, который называется Таева. И большая часть книги Мишли, которая рассказывает про Ишу-Зану, с которым встречается Бахур, большая часть этой книги говорит об опасности, как человеку бороться, и как надо опасаться своей Таевой, и как надо ее, лифрошит нее, ликадеш ее, и так далее, и так далее. Например, когда у нас есть Таева, ее можно использовать для онекшабас, для того, чтобы сделать саудотшабад, любую другую саудотмитсву, саудотмитсву, и так далее. Но, Раша, который ест для удовлетворения своего тела, и у него Таева и Химда, это то, что остается с него, это все находится в Нефише. Но Рох, Медот, эти качества, Таева и Химда, они не могут попасть из Нефиша, выйти выше и попасть в Рох. В Рохе у них нет никакой возможности существовать, потому что Рох никак не соотносится с Гуфом, а только через Нефиш. Поэтому Рох, он поднимается выше этого, и все эти Медот, они находятся в Нефише. У Роха нету в них существования. Поэтому Рох вообще непонятно, на чем держатся. То есть отрицательные качества, кого-то и так далее, они еще более непонятно, на чем они держатся, но это целая тема, которой я не уверен, что я сейчас могу в нее войти. Теперь мы перейдем к тому, о чем мы говорили раньше. Захария говорит, что он увидел двух женщин, которые выходят. Это Ханифа в Эгасу Труах. Эти две женщины, говорит Медраж, это, в Геморике Душин Медраж говорит, это Ханифа, как Ханифа-то по-русски сказать. Подлизывание, подлизывание, и подхалимаш, и Гасу Труах, это наоборот, гордость, гортыня, возвеличивать себя. Которая спускается из Бавиля, эти две Медот, они находятся в Авире, они не находятся на земле. На земле находятся Таева и Химда, они находятся в Непише. Эти две Медот, два качества, подхалимажа и Гасу Труаха, и наоборот, гордыни. Эти две Медот находятся в Руах, они находятся выше, они не стоят на земле. Понимаете, что я имею в виду более или менее? Они находятся в более высоком слое человеческой души. Ханифа, главная вещь, где она проявляется, это действие. Поэтому сказано Руах Баканфейхам, что вот Руах находится, вы уже поняли, что Руах, это эта часть души, находится в их крыльях. И сказано, что у каждой из них есть Кнафаем, у каждого из них есть крылья, как у Хасиды. То есть, кто такое Хасида? Хасида от слова Хесод. У каждого из них есть крылья, как у Хасиды. Это такое лже, выглядят они, как всегда Хесод. То есть, человек, который Гас Руах, человек, который вот такой гордец, он зарабатывает уважением Тем, что он всем рассказывает, сколько дздоки он дал, сколько чего он сделал и так далее. И увидели их, Захарий их увидел, в виде двух женщин. Двух женщин Рошайот. И это два вида Яцаргары. На самом деле, это один вид Яцаргары, который выражается такими двумя вещами, которые находятся в атрибуте, который находится внукве, две женщины. Я вижу, что мне надо как-то сокращать. Я, к сожалению, я бы прочитал всего Гаона, но боюсь, что у нас не хватит времени, он очень много здесь пишет. Теперь я попытаюсь связать с тем, что Гаон говорит у нас. В принципе, две части души, о которых мы здесь говорим, на Шама мы не говорим. Там нету Яцаргары, она вся чиста, она вся лымаламеза, она вся выше этого. Но Рох и Нефиш – это две части, в которых находятся Яцаргара. Вепаштус. Рох – это Захар, Нефиш – это Некейва. Рох – это мужская часть, Нефиш – это женская часть. Поэтому Нефиш находится ближе к материальному миру, к телу, а Рох отделен от него, и он не находится на земле, он находится в Абире. Но Захария видит, как две отрицательные части Роха выходят из виде женщин, в виде женского начала. Эти две части, которые называются Ханифа и Гасутрох, подлизывание под Халимаш и Гасутрох, то есть две виды зависти и кого-то, я не знаю, и женания получить уважение, они входят в Рох и занимают в нем мужскую часть. И меняется мужское на женское. Когда обычно в терминах Кабула, когда об этом говорится, всегда мужское – это Яцаргатов и женская Яцаргара. Это надо как-то обозначить, и слово «женщина» происходит «неков», «тинков», «проклятие». От слова «некев» – это пространство, которое пустое. Функция Захара – это дать «тоф» там, где не было «тоф». Поэтому слово «кала» – невеста, оно происходит, шаббат называется «кала», невеста. Шаббат – «кала». Почему она называется невеста? Здесь речь не идет о романтике. Здесь речь идет о том, что шаббат происходит от слова «лашуф» – «возвращение». В шаббате ничего не создается. Шаббат – он пустой, там ничего нет. Это пустота. Но все, что сделано, сделано для шаббата. Шаббат состоит… Это и есть женское начало. Шаббат – это атрибут Малхос, атрибут Нукова, который есть. В шаббате, все, что есть в шаббате, в него не создано ничего самостоятельного. Все, что туда спускается, спускается в физическом и в духовном плане из дней недели, в которых каждый чему-то соответствует. То же самое «кала». «Кала» происходит от двух слов. «Кала» – от слова «коль» и от слова «кли». «Кли» – это сосуд. В нем ничего нет. «Коль» – это все. В нем есть все, и в нем нет ничего. Все, что там есть, оно приходит от Захара. Но после этого все, что делает Захар, это для «колы», для того, чтобы этот «кли» был наполнен. Все шесть дней недели ради шаббата. Понятно, что имеется в виду. Так вот, «нефиш» – это женский род, в котором нет, как бы, ничего положительного не должно быть. Поэтому в «нефиш» присутствует отрицательный имидот Таева и Хемда. «Рох» – он должен быть весь положительный. Но в тот момент, когда в «рох» входят эти две женщины – Ханифа и Гасутрох, то «рох» меняет Захар и становится на Каевой. И это то, что возвращаемся к нашему Гаону, который говорит. Эцем, в принципе, его дает Захар, его дает мужчина. Басар дает женщина. Но бывают ситуации, когда человек, его кина, его зависть приведет к тому, что отцомот становится женского рода, и они начинают гнить. То есть, человек, который впускает кого-то и кину в рох, к себе в рох, он портит даже понятие роха, который, в принципе, должен быть позитивным. Это вторая стража. И исправить это может только, когда человек начинает задумываться о том, что он натворил, тем самым он соединяет свой рох с Нешамой. Нешама находится выше любого бгама или выше любого изъяна. И тогда рох может литакен нефиш. И тогда происходит понятие ршувы, о котором мы сейчас не должны говорить. Но теперь можно понять, пасук, хаей басарим, лев марпе, человек, который живет сердцем, который отказывается гневаться, отказывается, начинает терпеть и не реагирует на, понимает, где я не прав, то его нефиш, она становится мужского рода и становится басарим вместо басарот, мужской род. Но человек, который пускает кино в себя, свою зависть в себя, это ведет к тому, что даже мужское начало, даже позитивные качества у него, они разрушаются и начинают гнить. Гасут рох, я не могу объяснить подробнее, это гордыня. Я не знаю, как объяснить Гасут рох гордыня. Это такой вот рох, который очень газ, который очень твердый, который гордыня. Окей, я думаю, что мне надо закончить. Мы прошли 30-е предложение. Окей, всего доброго, до новых встреч.